Насколько больше казахстанцы станут платить за комуслуги? Тарифы подняли. Подробнее в цифрах уже через минуту на первом канале Евразия. Главные новости в студии Вероника Вишневская. Здравствуйте. И вот о чем еще мы расскажем сегодня. Новости в студии Вероника Вишневская. Новости в студии Вероника Вишневская. Новости предусматривает возвращение активов в принудительном и добровольном порядке. Последний метод предусматривает полный возврат активов и избежание в уголовной ответственности. Для этого будет заключаться соглашение между обогатившимся и уполномоченным госорганом. При прокуратуре будет отдельный госорган, который будет заниматься этим. И также будет комиссия. В состав комиссии будут сходить общественники, депутаты мажориста парламента, представители из правительства. А чтобы произвести принудительный возврат, уполномоченные органы будут обращаться в суд. Главным механизмом возврата незаконно приобретенных активов является гражданская конфискация. Она соответствует общепринятым международным стандартам, конвенции в сфере противодействия коррупции, рекомендациям ООН и другим документам. Ее главное отличие от уголовной – тут нет срока исковой давности. А еще можно не принимать во внимание результаты старых проверок. Они должны вернуть все. То есть скрыть какую-то часть не получится. Все награбленное или же приобретенное незаконно должны вернуться государству. Поступившие в пользу государства активы будут передаваться в специальный государственный фонд при Министерстве финансов. Деньги фонда будут направлять на финансирование социальных и экономических проектов. Платить за комуслуги придется больше и уже этим летом. 212 поданных заявок на новые тарифы утвердили. В среднем стоимость увеличилась от 10 до 30 процентов в зависимости от износа объектов в конкретном регионе. При этом данное повышение только первое в череде последующих в ближайшие годы. Сколько лет планомерно будут увеличивать оплату комуслуг и кто сможет рассчитывать на возврат части потраченных средств? Светлана Пенькова разбиралась. О том, что для обновления коммунальных сетей надо будет повысить тариф, начали говорить сразу после возникновения критических ситуаций на Экибастузской и Ридерской ТЭЦ. Но после того, как обследовали все объекты в стране, стало понятно, что речь о миллиардах, а значит повышать придется поэтапно. Вносить деньги будут и собственники, но сразу достать большую сумму может не каждый. А банки либо отказывают в кредитах, либо дают, но под огромные проценты. Тогда решено было привлекать сторонние инвестиции, но высокая изношенность объектов и низкие тарифы в отрасли у бизнесменов желание вкладывать туда средства не вызывало. Поэтому приняли программу «Тариф в обмен на инвестиции». В этом году, поскольку ситуация критическая, подняли оплату от 10 до 30%. Если брать стандартную двухкомнатную квартиру 50-60 квадратных метров, то, например, за тепло будут платить примерно на 1600 тенге больше в месяц, это зимний период. За электричество примерно на 660 тенге, водоснабжение там 200-250 тенге, канализацию тоже 200 тенге. То есть в среднем квитанция увеличится на 3-4 тысячи тенге. В следующем году увеличат тарифы настолько же, но с 2025 по 2029 поднимать будут меньше на 7-15%. Все цифры находятся в открытом доступе в базе «Монополист». Поэтому каждый может проверить. По правильному тарифу ему сделали начисление или же коммунальщики самостоятельно завысили оплату. Если выявите такой факт, немедленно сообщите госорганам. При нарушении прав потребителей для них вводятся временные компенсирующие тарифы, а субъекты естественных монополий привлекаются к административной ответственности. Таким образом, в случае необоснованного завышения счетов за комуслуги, средства будут возвращаться потребителям через перерасчет в последующих счетах. Также на частичный возврат средств могут рассчитывать те граждане, у которых на оплату комуслуг уходит свыше 10% их доходов. В прошлом году 54 тысячи семей уже воспользовались этой возможностью. На сегодняшний день это местные исполнительные госорганы, они предоставляют эту госуслугу. Все средства выплачиваются местными акиматами, которые выставляют питанцы. Они приносят в акимат, доходы свои приносят, показывают, и после этого присуждается каждый квартал. Повышение тарифов необходимо для обновления тепла, электро- и водообъектов, а также всех сетей. Однако даже с новой стоимостью комуслуг обновить за эти 6 лет смогут только пятую часть. Почти половину средств, нужных на ремонт и только ТЭЦ, еще нужно будет дополнительно изыскивать. Поэтому ежегодно по 100 миллиардов будет давать правительство, но на возвратной основе. Более трех лет станции и коммунальные предприятия работали практически без доходов, поэтому средства в ремонт и модернизацию не вкладывались. В то же время ремонт энергообъектов стал дороже в десятки раз. Произошел значительный рост цен на металлопрокат, трубы, арматуру, подшипники, насосы, электротехническое оборудование и так далее. Из-за низких зарплат из энергетической отрасли начался отток квалифицированных специалистов, а сделать условия их работы более привлекательными предприятия не могли. Теперь половина суммы, полученной от новых тарифов, пойдет на повышение зарплат всем работникам коммунальной сферы, в том числе сантехникам, сварщикам, электрикам. Средний оклад будет уже не 135 тысяч тенге, а 200-300 тысяч. Светлана Пенькова, Достана Алишев, Астана, Первый канал, Евразия. Экибастузцы в предстоящем отопительном сезоне обязательно будут с теплом. В этом заверил Аким Павлодарской области Асаин Байханов. Сегодня на брифинге в Астане он отдельно остановился на этой теме и поделился личным. Когда произошла авария, он узнавал информацию не только из официальных данных, но и от своих родных. Помимо многочисленных родственников, в Экибастузе живут и его родители. Сам Байханов в тот момент являлся Акимом Павлодара, а главой региона его назначили спустя две недели после ЧП на Экибастузской ТЭЦ. У меня нет варианта не выполнить эту работу и подвести экибастузцев. Информацию об Экибастузе и температуре квартир я знал не из данных ПАТЭЦ, а из данных семейного чата. И всю рубань, которую я получал, в том числе и в этом чате я получал вместе со своими родственниками. Аким в деталях рассказал, какие работы проведены и что делается сейчас, чтобы экибастузцы больше не замерзали. По его словам, на местной ТЭЦ уже отремонтировали два котла, осталось еще восемь. Все необходимые материалы и оборудование закупили, идет доставка и монтаж. Напомню, авария на ТЭЦ Экибастуза произошла в прошлом году, спустя полтора месяца после начала отопительного сезона. Жителям пришлось зимовать практически без тепла. В городе был объявлен режим ЧАЭС. К событиям в мире. Туристы застряли в Индии из-за погодных условий. На севере страны сильные дожди привели к оползням и наводнениям. Местные СМИ сообщили, что за последние две недели погибли 72 человека. Многие дома разрушены, дороги смыты. О нанесенном ущербе пока говорить рано. Сейчас в Индии сезон дождей, однако, по словам метеорологов, в этом году выпало на 70% больше осадков, чем обычно. О других событиях в мире в нашем традиционном международном обзоре. Резолюция, осуждающая сожжение священных книг, принята в Организации Объединенных Наций. Причиной дискуссии стал недавний инцидент, когда в Швеции мужчина вырвал страницы из Корана и сжег рядом с мечетью. Случай вызвал ряд протестов в других странах. Верховный комиссар ООН по правам человека отметил, что такие демонстрации проводят для оскорблений и провокаций. Люди должны действовать с уважением к другим. И в этом важную роль должны сыграть политические и религиозные лидеры. Китай запустил на орбиту первую в мире ракету с метановым двигателем. Она может доставить груз массой 4 тонны на высоту около 500 километров. Вторая попытка пекинской кампании оказалась успешной. В первый раз в декабре прошлого года она завершилась неудачей. Этот запуск стал историческим. Китай опередил конкурентов из США. Ракеты на метане могут стать в будущем космической отрасли. Такое топливо дешевле, при этом меньше загрязняет окружающую среду. В Беларуси государство будет регулировать тарифы на все виды лечения зубов. В Минздраве страны пояснили, что это повысит доступность платной стоматологии для населения. Сейчас ведомство рассчитывает предельные цены. Постановление вступит в силу 1 ноября этого года. Беларусь уже под контролем стоимость ортопедических и зуботехнических услуг. Теперь на очереди терапия, хирургия и ортодонтия. К событиям в нашей стране. Очередной скандал и снова в детской деревне семейного типа Шанрак в Атраусской области. В соцсетях появилось видео, на котором неизвестный мужчина приходит в учреждение играть с девочками. А сотрудники заставляют детей пить воду из унитаза. В полиции сообщили, что по данному факту уже проводят расследование. Напомню, ранее в сети появилось видео плачущего мальчика из этого же детского дома, который жаловался на условия проживания. После этого учреждения посетили детский омбудсмен Динара Закиева и зам Акима Атраусской области Жасулан Бесимбиев. Тогда чиновники поручили усилить в детской деревне систему видеонаблюдения. А для постоянного контроля подключить камеры непосредственно к управлению образования. В Павлодарской области снова дефицит сжиженного нефтяного топлива. Специалисты называют газовый кризис кратковременным. Причин сразу несколько. Это и ремонт на Павлодарском нефтехимическом заводе, и аварийная остановка НПЗ Ватрау. Когда ситуация выправится, выясняла Майя Шуакбаева. Автомобильный газ снова главная тема. С 1 июля в стране на сжиженный нефтяной продукт действуют новые предельные цены. Чтобы сделать производство газа рентабельным, отпускная стоимость тонны с завода подорожала на 7 тысяч тенге. А для конечных потребителей при Иртыш есть 70 до 74 тенге за литр. Люди готовы платить? Да не за что. В последнее время газ в регионе днем с огнем не сыскать. Понятно, что газ удорожала, 74, разговора нет. Хорошо. Ну а почему не реализуют? Везде подойдешь только по талону, газа нет. Дефицит газа, конечно, чувствуется. Цены возросли на 4 тенге уже даже. Талоны. Где нам приобретать простому народу? На газу, к примеру, за сутки я таксую, 2,5 тысячи у меня на газ уходит. А если на бензин это пересчитать, в день 4 тысячи-5 тысячи на бензин уходит. Авария на МАЭК, потянувшая за собой внеплановую остановку от Раусского МПЗ, эхом отдалась по республике. Объемы социального газа, которые ждали в при Иртышье, до газосетевых компаний не дошли. Из-за форс-мажора на рынке основная нагрузка по поставкам сжижины нефтяного газа легла на Казахстана к китайской предприятии СМПС «Актобемунайгаз». Объемы Магастарской области, они были перенаправлены, чтобы минимизировать дефицит, они были направлены на СМПС «Актобемунайгаз». Поэтому, ввиду такой нагрузки на СМПС, мы тоже понимаем, соответственно, графики отгрузки, в том числе на Павлодорусскую область, они были сдвинуты. И, соответственно, из-за этой причины у нас возник такой вот дефицит, так скажем, кратковременный. Поэтому заправки вынуждены продавать социальный газ по талонам, только тем, кто его загоди оплатил – скорым перевозчикам, частным компаниям. Большую часть поставок объемов социального газа в Прииртышье ждут с Павлодарского завода после окончания ремонта 19 июля. У нас на сегодняшний день есть газ. У нас в объеме порядка 600 тонн. Плюс еще дополнительно законтрактовано с СМПС, эта поставка газа у нас сейчас в пути. Она в конце недели будет. После этого, ну, сейчас, если придут этот газ, уже на следующей неделе заработает наш ПНХЗ. Поэтому здесь проблем не вижу я по газу. В управлении энергетики заверяют, что запасов топлива хватит на две недели. Таким образом, дефицит автогаза Павлодарской области не называют временным и разрешится он после окончания ремонта на ПНХЗ. Майя Шуакбаева, Асхат Амамбеков, Павлодар, Первый канал Евразия. Добавлю, что Атырауский нефтеперерабатывающий завод возобновил свою работу еще 6 июля. Завод в Шимкенте работает в штатном режиме. Казахстанцы обсуждают распространившиеся видео с якобы кладбищем автобусов. Автор ролика утверждает, что вся эта техника списана, хоть и является практически новой. Сегодня эти кадры прокомментировали в Алматы Электротранс. В компании пояснили, что на видео дизельные автобусы, которые перешли на баланс областного Акимата. Весь этот транспорт 2017 года выпуска и использовать его будут в пригороде. В целом передали 300 автобусов марок ЛиАЗ, ГАЗ и ПАЗ. Это совершенно не кладбище. Автобусы, которые там находятся марки ЛиАЗ, они в рабочем состоянии. Переданы на баланс Алма-Атинской области для развития общественного транспорта там. Это сделано в связи с ситуацией нашего воздуха. То есть максимально минимизировать выбросы в атмосферу. Часть переданных области автобусов уже постепенно выходят на линию по необходимости. А в Алматы до конца года приобретут еще 600 единиц газовых автобусов. Обновление маршрутов будет проводиться поэтапно. Продолжим. Больше 10 тысяч жителей сел и дачных массивов в пригороде Алматы передвигаются исключительно на такси. Но это вовсе не от хорошей жизни. Больше года назад в Караойском сельском округе перестал курсировать общественный транспорт. Вот и приходится сельчанам добираться до пункта назначения на попутках. Нерешенных социальных проблем в округе хоть отбавляй, но транспортный вопрос оказался куда актуальнее, жалуются сельчане. Крик души людей, оторванных от внешнего мира в материале Оскара Сергалеева. Жителям дачного массива с многообещающим названием финансист о больших капиталах приходится только мечтать. Говорят, звучит словно издевательство, ведь в реальности нет ни газа, ни воды, ни асфальтированных дорог. Мобильная связь и та часто подводит. Про интернет вообще можно промолчать. Чтобы позвонить, приходится выходить на дорогу и искать сигнал. То есть вот, пожалуйста, даже сейчас во дворе домов связи нет вообще никакой. К отсутствию элементарных удобств люди давно привыкли, а вот без общественного транспорта жить оказалось куда сложнее. Таких мук, говорят старожилы, не терпели даже в лихих 90-х. Я здесь живу около 30 лет. В те годы, в самые тяжелые годы, был автобус. Вы знаете, даже по нему можно было сверять часы. Он шел в точь-в-точь время. А сейчас, казалось бы, все есть, это и новые автобусы, а где они? Вызывать такси на дом слишком дорогое удовольствие. Ездить приходится на попутках, а там уже как повезет. Иной раз не подбирают часами. Не дай бог будет ребенок болеть. Мы не можем не уехать ни в поликлинику. Единственное, что остается вызывать скорую. То есть даже при каком-то пустяке приходится либо вызывать скорую, ну, либо часами стоять ловить такси, потому что такси тоже не все берут. На большой дороге никакого благородства. Отношения водителей и попутчиков исключительно рыночные. Стоимость проезда от поселка Байсерке до Шелек-Кемера – 300 тенге. За полпути дачники предлагают 150. А таксистам это невыгодно. Мы живем на полдороге, то есть на дачах живем. Вот. Они хотят брать от самого начала до конца. Как обычно. Ну, это закон жизни. Мы не обижаемся. Ну, вот так. И мы стоим. Я позавчера два часа стояла. Это проблема не только дачников, но и жителей всех близлежащих сел. Везде одна и та же картина. Голосующие вдоль дороги люди. Остановка здесь скорее для антуража. По этой дороге соединяющие десятки населенных пунктов и дачных массивов уже около года вообще не ходят автобусы. Больше 10 тысяч жителей Караойского сельского округа вынуждены передвигаться на попутных машинах. Недавно в Ильисском районе появился свой автопарк. И вместо Макимати пообещали, проблему решат в самое ближайшее время. С 1 июля уже работу начал автопарк. В ближайшее время уже планируется запустить маршрут по Караойскому сельскому округу. Еще местные власти ведут переговоры с Акиматом Алматы. Если там признают маршрут рентабельным, добраться до мегаполиса можно будет гораздо комфортнее и быстрее, чем сейчас. Оскар Сергалеев, Айден Калуф, Алматинская область, Первый канал Евразия. Трагедия в Тимиртау. Люди погибли в огне. Моя коллега, ведущая обзора тревожных новостей Мария Парфенова, знает больше о несчастном случае. Здравствуйте. Пожар вспыхнул в квартире многоэтажки. Полыхали мебель и домашние вещи. В горящей ловушке остались дядя и его маленькая племянница. Когда их обнаружили, они уже были без сознания. Мужчину и девочку передали медикам, но было слишком поздно. Погибшему ребенку было 8 лет. Спасатели вывели из подъезда жильцов, в том числе детей. Специалисты не исключают, что причиной ЧП могла стать банальная игра с огнем. Известный казахстанский боксер Бейбет Шуменов оказался в центре скандала. Накануне появилось видео, на котором он нападает на мужчину с ребенком в кафе столичного торгового центра. Сил он не жалел, бил кулаками и целился как можно точнее. Малыш, что сидел на руках у отца, от испуга стал плакать. Посетители заведения пытались увезти разъяренного боксера. На место также подоспели охранники, но даже их присутствие не остановило дебошира. Ребенок, к счастью, не пострадал, а отец написал заявление в полицию. Имело место быть бездействие со стороны правоохранительного органа, куда обратилась пострадавшая сторона. Только со вчерашнего, 11 июля, начато до судебного расследования. Все это время материалы были списаны на номенклатурное дело. Они посчитали необходимым, что провести административное производство. На сегодняшний день также мною неизвестно о том, что он состоялся. Или граждане республики, подчиняющиеся, спортсмен, титулованный призер. По словам адвоката пострадавшего, сам инцидент произошел в середине июня. Но только сейчас они решили предать историю огласке. Свою версию случившего Собейбут Шуменов описал в соцсетях. Он утверждает, что конфликт вспыхнул из-за того, что старший сын этого мужчины на игровой площадке стал бить его сына. Когда спортсмен подошел к посетителю разобраться, в чем дело, тот встретил якобы агрессивную и неадекватную реакцию. Он отпустил ребенка с правой руки, которого он использовал как щит. И правой рукой, схватив нож, нанес удар в сторону моего живота. И я успел увернуться. Он не получил ни легкого и ни среднего вреда своему здоровью. На данный момент конфликт полностью исчерпан. Мать детей попросила прощения у меня, у моей супруги и моего ребенка. И сказала, что у ее сына есть такое поведение в характере, когда он без причины начинает бить и пинать людей, так как он страдает аутизмом. Из сообщения Бейбута Шуменова на личной странице в Инстаграм. В полиции на именитого боксера завели уголовное дело за хулиганство. Ему может грозить реальный тюремный срок. Обещают правоохранители провести служебную проверку и в отношении своих сотрудников, на чье бездействие жаловалась пострадавшая сторона. Ролик со вспыльчивым полицейским из Казлардинской области обсуждают пользователи Казнета. Патрульный остановил машину, по всей видимости, для проверки документов. Люди, что были в салоне, судя по комментариям за кадром, тоже попросили стража порядка показать удостоверение. Разгорелся конфликт. В какой-то момент полицейский со всей силы толкнул пассажира, а затем схватил за горло и повел в сторону машины. С любителем распускать руки уже разбираются. В органах идет служебное расследование. Уже несколько дней страну не отпускает изнуряющая жара. Многие спасаются от пекла на речках и озерах, а это значит, что у спасателей становится больше работы. Они регулярно проводят рейды по опасным для купания местам, напоминая отдыхающим о культуре поведения на воде. В один из таких рейдов со спасателями выехал наш корреспондент Сергей Цель. Такой катер ежедневно патрулирует главную водную артерию города реку Есиль. В одной лодке находятся сразу два спасателя. Рейды они проводят каждый час. Если видят, что вдруг кому-то требуется помощь или горожане плавают в запрещенных местах, то незамедлительно реагируют. Купание в данном месте запрещено. Вместе с сотрудниками ДЧС мы тоже направились в рейд. И первые нарушители не заставили себя долго искать. У отдыхающих мы решили напрямую спросить, почему плавают там, где нельзя. Оказалось, некоторые не хотят платить за пляж. А так уж вышло, что разрешенные места для купания в столице только платные. И на город-миллионник их всего четыре. Рядом стоящие правоохранители уже было собрались оштрафовать горожанку на 21 тысячу тенге за то, что плавала там, где не положено. Но не тут-то было. Она отказалась прерывать свой отдых. Гипотетически, вот девушка в воде, вы говорите, запрещено, она не выходит. Вы пойдете ли за ней, там ее вытаскивать или как в этом случае? Нет, за ней мы не можем пойти, так как у меня оборудование не чнету на себе в данный момент. Здесь в данный момент проводится профработа с населением. То есть с ней законодательство, где запрещено, где рожено купаться. Уже позже горожанка вышла из воды и пыталась доказать нам, что ничего не нарушает. Рядом нет никаких знаков. Запрет на плавание был лишь на бумаге у правоохранителей. Координаты, которые указаны у вас, не написаны эти координаты. Это разные места. Потом идут следующие. От и до. То есть кусок, потом промежуток и опять кусок. Мы кусок, а именно там, где у вас нет координат. Она вам это только что доказала. В итоге правоохранители не стали выписывать штраф, а вынесли предупреждение. Но судя по тому, что недовольная платными пляжами была не одна, нарушения могут случаться и дальше. За весь купальный сезон таких горожан было 14. И в отношении них составлен административный протокол. Пляжи должны быть и такие, и такие. Человек должен сам выбирать, на какой пляж ему пойти. Либо на платный, либо на бесплатный. Но для города платные пляжи – это прежде всего порядок и безопасность. Только за полтора месяца лета в столице вода унесла жизни четверых горожан, в числе которых и ребенок. Чаще всего люди тонут потому, что купаются там, где нельзя. Или переоценивают свои силы. Так чем же отличаются платные пляжи от бесплатных? Главное отличие – это полностью исследование дно реки, именно где пляж открыт. Плюс там имеются спасатели, спасательное оборудование, плюс медицинские пункты. И полностью за весь этот территорий отвечают индивидуальные предприятия. Как рассказали в ДЧС, в городе ежедневно задействованы четыре десятка спасателей. И это только в будни. На выходные и праздники выходят и по 80 человек. Сергей Целько, Блонды Утигенов, Астана, Первый канал Евразия. Вы смотрите Главные новости и мы продолжаем. Касым Жумар Токаев выразил соболезнования семье Сильды Байшакова. Легенда казахского футбола скончался на 73-м году жизни. Президент отметил его значительный вклад в развитие отечественного спорта. Будучи тренером, Сильда Байшаков делился своим опытом и знаниями с молодыми футболистами. Глава государства добавил, что его светлый образ навсегда останется в памяти народа. Мастер спорта международного класса и заслуженный тренер Казахстана Сильда Байшаков. В свое время выступал за советскую сборную. Шесть лет был капитаном алматинского кайрата. Каспийское море мелеет. Нацкомпания «Казахстан-Гарыш-Сапаре» опубликовала сделанные из космоса снимки, на которых видно, что в северной части казахстанской акватории обнажилось морское дно. Наблюдения показали, что за последние 15 лет площадь Каспия, приходящаяся на территорию нашей страны, уменьшилась на 7%. А площадь зеркала водной поверхности сократилась на 8 тысяч квадратных километров. В данный момент есть риск снижения уровня моря, что может привести к ряду негативных последствий, затрагивающих как экосистемы, так и морское хозяйство. От аномальной жары, во власти которой в эти дни находятся многие страны, страдают не только люди, но и животные, особенно те, которые к таким высоким температурам не привыкли. Как им помогают справляться с жаждой и перегревом, узнавала моя коллега Юлия Волкова. На юге Китая плюс 35. Самые ленивые медведи в мире гигантские панды стали ещё медлительнее. Расшевелить их может только свежий бамбук и фруктовое мороженое, которое им приготовили сотрудники парка. Но его оказалось недостаточно. Чтобы панды не погибли от перегрева, им принесли ещё и ледяные глыбы. Животные улеглись спать прямо на них. С 6 до 11 утра панды на улице в пекло. Мы их загоняем в домики с кондиционерами, а после 4 опять выпускаем. Комфортная температура для панд от плюс 10 до плюс 20. Но благодаря заботе людей животные адаптируются и дают крепкое потомство. Недавно здесь родились единственные в мире выжившие панды-тройняшки. В Германии 30-ти градусная жара, поэтому люди делают ледяные бомбочки для всех питомцев. Для тапиров, диких кабанов и носорога в ведре заморозили зелень, морковь, яблоки и другие фрукты и овощи. А для гориллы сделали фруктовый лёд. Мороженое для приматов состоит из фруктового чая и йогурта. Мы раздаём такие угощения раз в день и видим, как им приятно в жару съесть что-то вкусное и прохладное. А в казахстанских зоопарках обезьянки предпочитают мороженое в стаканчиках. В порции одно малиновое и одно банановое. Второе, конечно, им нравится больше. Приматы склонны к диабету, поэтому следующее мороженое только завтра. Но из освежающего есть ещё охлаждённые сливы, абрикосы, апельсины, бананы, яблоки, кабачки и огурцы. Мы даём мороженое медведям, сурикатам. Мы даём мороженое нашим обезьянкам. Попугайчики пробовали давать, тукан чуть-чуть поклевал и всё. Также мы сейчас закупили более трёх тонн арбузов. Арбузы любят все животные. У хищников, конечно, другой рацион. Обильное питьё. Холодная продукция выдаётся им. Это мясо. Если даже хищно всех, то мы их периодически два раза в день обливаем холодной водой. Благо у нас есть, как вы знаете, свои скважины. Хочется сказать, что животные в этот период стали меньше есть. То есть не доедается мясо, не доедаются куры, не доедается фураж. А вот холодный душ всегда с удовольствием. Львы и тигры, услышав плеск воды, сразу прибежали купаться. У медведей есть мини-бассейн, в котором они сидят почти весь день и караулят, когда принесут мороженое или фрукты. Увидев нас и сотрудников зоопарка, косолапые сразу направились к забору. Догадались, что сейчас чем-то угостят. В отличие от медведей и обезьян, зебры мороженое не любят. Вместо молочного лакомства они в жару предпочитают холодный арбуз. Батр, тебе угощение. Арбузик. В Караганде около 38 градусов жары, не просто даже парнокопытным, для которых наш резкоконтинентальный климат привычен. Но в конце недели обещают снижение температуры и всем станет комфортнее. Смертельный выстрел известного бизнесмена застрелили прямо посреди дороги. Киллером оказалась девушка. Позже стало известно, что наемница отдыхала на одном и том же курорте с сыном убитого. Совпадение или в этом есть связь, выясняют оперативники. Узнаете и вы сразу после прогноза погоды в многосерийном фильме «Улицы разбитых фонарей». Приятного просмотра. Это были главные новости на Первом канале Евразия. Берегите себя и своих близких. До свидания.